Анализ аварийности на дорогах Щелковского района за 6 месяцев 2018 года стал одним из актуальных вопросов, обсуждаемых комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения. За прошедший период, по данным, предоставленным отделом ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковская, в ДТП пострадали 36 человек. К сравнению, в прошлом году количество пострадавших составило 42. «Подошло у нас 36 ДТП, в которых люди пострадали. В прошлом году у нас это было 42 ДТП, то есть на 14,3% меньше АППГ». Было отмечено, что ряд аварий на автомобильных дорогах происходит по вине нетрезвых водителей. Глава района Алексей Валов поручил усилить работу с правонарушителями, чьи действия являются угрозой жизни и здоровью как для самих водителей, так и окружающих. «Внимание обратить на то, чтобы в такие пиковые периоды, особенно в предвыходные и выходные дни, какие-то рейды проводить дополнительные, для того, чтобы все-таки выявлять водителей, которые садятся в руль, не понимая, что они представляют собой источник повышенной опасности для окружающих». Большое внимание уделили вопросу безопасности детей в период летних каникул. Так, во всех образовательных учреждениях района в конце учебного года был проведен ряд мероприятий, включающие в себя классные часы, родительские собрания, инструктажи по соблюдению правил безопасности несовершеннолетними. В данный момент в Щелковском районе уже ведется подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Безопасности на дорогах уделяется большое внимание как на уровне Щелковского района, так и всей Московской области. Региональным правительством разработаны ряд программ по обеспечению БДД, одной из которых является безопасная дорога в школу. «Разработаны у нас маршруты для родителей и для детей со школ, чтобы они, скажем так, меньше всего были подвержены воздействию автотранспорта». Также обсудили ряд вопросов по обращению жителей, установке дорожных знаков, ограждений и указателей. Уделили внимание и социальной рекламе, как средству предупреждения ДТП. Всего же было рассмотрено порядка 15 вопросов.